Яркие, продуктивные, насыщенные деловые встречи, соглашения, презентации Кавказский инвестиционный форум в Грозном – первый день работы. И уже состоялся ряд ключевых встреч, обсудили проекты и вопросы, которые дадут серьезный толчок в развитии Дагестана. Нашу делегацию на форуме возглавляет глава региона Сергей Меликов Рустамхан Думаев о главных событиях первого дня. Около 4000 участников – яркая, насыщенная программа. Именно так начался Кавказский инвестиционный форум. В рамках выставочной экспозиции свои проекты представят 7 республик Северного Кавказа, в том числе и Республика Дагестан. Стенд Дагестана, как всегда, привлекает к себе огромное внимание участников форума. Здесь реплики старинных башен Ахтенской крепости величественно возвышаются над посетителями. Глава региона Сергей Меликов представил зампреду правительства России Александру Новаку проект реконструкции памятника архитектуры. Запланировано восстановление стен и разрушенной церкви благоустройства с созданием парковой зоны. Деставрация тоже планируется за счет внебюджетных средств. Общие где-то стоим около 2 миллиардов рублей. А потом здесь на стенде представлены прорывные проекты, 5 проектов, в которых объединены около 30 проектов. Это наш агропромышленный комплекс, промышленность. В промышленности это стекольный кластер, обувной кластер, а потом транспортно-логистический комплекс и туризм, само собой. Принял участие в качестве спикера на круглом столе, посвященном вопросам транспортно-логистических комплексов. Рассказал о том, как в рамках создания многофункциональных зон планируется развивать автозаправочный комплекс республики, в том числе и в части перехода на компримированный газ, на развитие электроавтомобилей в республике в рамках федеральной государственной программы. Участие в форуме принимает руководство республики во главе с Сергеем Меликовым. У стенда республики подписали первое соглашение между Министерством туризма Дагестана и акционерным обществом «Кавказ.РФ». Оно предусматривает строительство к 2028 году пятизвездочного отеля на более чем 200 мест. Все это в рамках развития Каспийского прибрежного кластера. Мы дали старт официальным соглашениям и подписали соглашение с резидентом особой экономической зоны в Дербенском районе республики Дагестан, Каспийский прибрежный кластер. Это соглашение явилось результатом отбора резидентов для реализации нашего большого проекта, который является флагманским проектом в республике Дагестан в сфере туризма. У меня есть такой термин, что все начинается с земли, то есть с минным имуществом, и возвращается тоже к нам. Когда объект закончен, его необходимо зарегистрировать и передать конечному пользователю. Поэтому мы считаем, что мы основа, в общем-то, и с помощью наших коллег из профильных ведомств все поставленные задачи перед нами руководством в республике. Я думаю, что честь исполним. Развитие торговых и экономических отношений с Ираном – одно из приоритетных направлений развития. Сейчас товарооборот составляет около 15%. Наращивать планируют через Махачкалинский морской торговый порт. Уже протестировали логистическую цепочку контейнерных перевозок. Также планируется запустить прямое авиасообщение между Махачкулой и Тегераном. Об этом рассказал премьер-министр республики в ходе круглого стола. Укрепляет республика отношения и с Азербайджаном. Реконструкцию пунктов пропуска на границе регионов планируют завершить к 2027 году. Мы же правительством республики на месах и правительством республики Белорусска вписано и действует беспрочное соглашение о корне организме на очень дефицитском культурном сотрудничестве на 23 августа и 2 года. Сергей Меликов на полях форума провел ряд важных встреч. С директором компании «Нововинд» обсудили строительство новолагской ветроэлектростанции. Она станет самой крупной в России и достигнет мощности 300 мегаватт. А с директором «Газпром Межрегионгаз» глава региона обсудил вопросы развития газоснабжения, программы до газификации, консолидации сетей работы единого оператора телоснабжения. Договорились продолжать сотрудничество по повышению платежной дисциплины потребителей, дополнительному ускорению строительства газовой инфраструктуры республики. Мы обсуждали код реализации наших программ. И здесь я тоже рад, что мы используем эту площадку. Не вопросы форума сегодня обсуждают, не только вопросы форума, а вопросы наших текущих дел и проблем. И я просто уверен, что мы, если это необходимо, обязательно найдем выход из любой сложившейся ситуации, потому что на самом деле нужно, это важно. Сергей Мельков также подписал ряд соглашений. О сотрудничестве договорились с главами Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Алании. Регионы будут вести совместную деятельность в торговле, культуре, научно-технической и экономической сферах. Согнашение о сотрудничестве подписано. Поздравляем. Завершился первый день форума большим пленарным заседанием с участием руководителей регионов, посвященным ключевым вопросам развития Северокавказского федерального округа. На форуме ожидается еще больше продуктивных встреч и интересных дискуссий. Нагестанской делегации предстоит большая работа в сфере транспорта, туризма, экономики и других сфер. Кавказский инвестиционный форум и завершится 17 июля. Рустам Хат Думаев, Любав Маслова, Махарбек Амариев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова